всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня очередной выпуск рубрики ужин за 20 минут я традиционно приготовлю два блюда основное и десерт правда в этот раз немного лукавства основное блюдо острый фасоль воисупец будет готова даже немножко раньше их 20 минут а вот на десерт уйдет чуть чуть больше времени вернее так я завершу все работы раньше и пока будут резко это первое блюдо второе в духовке дойдет до кондиции традиционно напоминаю что перечень ингредиентов и основные этапы готовки в конце ролика в самом конце в титрах прочитаете приступим начну с разогрева духовки версии нижний нагрев 210 градусов приступим у меня готовое тесто из магазина прямо на этой же бумаге укладываю форму и слегка придавливаю бортики сюда варенье какой найдете на ваш вкус лимон нарезать кусочками и удалить семечками его хочу измельчить измельчать без разницы как можно через мясорубку но это гораздо дольше чем в такой штуке один жух и готова теперь орехов сюда и и второй жух сильно замечать не надо если у вас варенье с кислинкой то лимон добавлять не надо с начинкой можно завершать и в духовку пирог будет готов примерно через двадцать две двадцать четыре минуты то есть на всю подготовительную процедуру у меня ушло там только три край четыре минуты теперь разберемся с супцом масло пора греть луковицу нарубить помельче в кастрюлю и стебель сельдерея также мелко и тоже в кастрюлю купил немного фарша из говядины можно добавлять не сразу соль и черный перец перемешать огонь сильный сразу не сказал все делаем на сильном огне еще нужен молотый кориандр можно в ступке можно руками как придется отлично и немного консервированных протертых томатов все снова готово сейчас понадобится кипяток остается добавить фасоль консервированную я взял красную и не красную кукурузу тоже консервированную и чили перец сюда же отлично что касается количества кипятка добавляйте сколько вам нравится я же не знаю какой густоты суп вы предпочитаете лавровый лист сюда же все еще минут пять слабого кипения и можно садиться за стол то есть от начала готовки до этого момента ушло 15 минут так что у меня есть еще время вымыть эту хреновину вот Кукурузные чипсы, лайм, сметана и острый фасолевый супец. Очень острый. Так, проба. Ну-ка-тока. В холодную погоду самое то. Он такой насыщенный, крахмалистый из фасоли, нажористый, я бы сказал. Яркий, острый, прям классно. Сметанка. Слушайте, сейчас вот кислоты не хватает, надо лайм обязательно довануть. Так же, как в не в рассольнике, а в соляночку, да, вот, лимончик добавляйте. Вот здесь тоже прям лимончик, не лимончик, лайм будет прям изумительно. Так, давайте добавим лайма. Ну-ка-тока. Ой, я уже предвкушаю, как-то будет хорошо. И кинза, и... Так, му-ка. Ммм! Это кукурузный чипс. Хрустящий. Слушайте, божественно. Я не удержусь, извините. Ну, пока я эту тарелочку схомячу, и пирог дойдет до конницы. Он уже почти готов. Это тонкое тесто, магазины моментально готовятся. Так, сейчас. Сейчас все будет. Так, ну и время пирога. Слушайте, такой классный супец. Меня аж в пот бросило. Вот эта стратэ, от нажористости. Вот это классное сочетание фасоли, кукурузы и вот этой кислинки лаймовой. Ну, просто супер вообще. Обалденный суп. Очень люблю такие супы. Так, пирог с огромной кучей орехов, с вареньем и с рассыпчатым слоеным тестом. Как бы мне этого тянуть-то? Лимон в сочетании со сладким вареньем дает ровно то, что нужно. Нечрезмерно сладко, нечрезмерно кисло. Просто здорово. Большое количество орехов не дает варенью совсем расползтись. Орехи как бы скрепляют эту начинку. Очень просто. Очень просто и быстро. Короче, готовьте ужин самостоятельно. Делайте это быстро. Делайте это просто, делайте это вкусно. Никакие магазины и пиццы не сравнятся с этим делом. Пельмени в магазине бывают хорошие. Ну, пельмени стоит за килограмм. Вы видели сколько. А здесь огромное просто. Сколько? Три с половиной литра у меня. Четыре литра кастрюля, на которую жло 400 грамм фарша ковядины. И пара банок консервированной фасоли. Маленькая баночка кукурузы. О чем надо говорить? Короче, просто, быстро, вкусно. И вот так вот классно. Готовьте и наслаждайтесь. Огромное спасибо за компанию. Делитесь своими вариантами быстрых вкусных ужинов. Быстрых и вкусных. Не магазин что-то там разогреть. С интересом почитаю. Может быть, что-то возьму на вооружение. Огромное спасибо за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok